дальше шейх варакалуфикум привел аят всевышний аллах спантал говорит для таком фиге обода никогда в этой мечети не молись для мажьи дунусти салят таку амин овалий омин охаку антаку мафи та мечеть которая построена на основе богобоязненности видите намерение которым на основе богобоязненности больше имеет право на то чтобы ты в ней совершал молитву шейх задает вопрос говорит масса бабу нузу ли хази лая по какой причине был неспослан этот аят у оба ин марджи адамир фи каули ля таком фиге обода и расскажи местоимение не молись в ней никогда в ней на куда возвращается у мама на ля таком и что значит не стоит а джава ответ на зал тазель айф шани тайфа тимналь мунафи кит этот аят был неспослан по причине группы мунафиков и как мы говорили глава этих мунафиков был абу амир аль-фасик он убежал в шам приказал своим последователям как шагет бана у мажьи данли мадар ратиль муменин они построили мечеть чтобы вредить верующим али мажьи дик либо чтобы навредить верующим из мечети либо вот то флик байна ум и чтобы внести раскол то есть недалеко от мечети либо построили эту мечеть чтобы часть перешли к ним у алия таку на мальджан или куфары чтобы это было саблиль кафара и чтобы это стало пристанищем для неверующих ваза аму и они возомнили анна гумба на углу лиду афа ульма сакин ли я киевым и на маторе валь барот в барде вальхар и они возомнили то что они построили как будто эту свою мечеть для того то есть для бедняков для слабых людей и бедняков чтобы спасать их от дождя от холода от жары вас алюм на бисал саман юсалия фиги и они попросили пророк сал сам чтобы он пришел и помолился в этом их строение для чего для того чтобы это стало обольщением люди когда увидели что проб сал сам пришел в эту мечеть улозность хорошими и вот так же в наше время делать привезу на уведение сектанты избиты и так далее там подобно когда они совершают то есть хотят сделать что-то приглашает туда требующего знания знающего ученого и тогда это подобное чтобы этим самым обольстить потом общие массы людей поэтому требующие знания призывающие ученые исчисла лесу на джима должен быть на чеку и всегда смотреть на хитрости этих людей фаназа лит газель альфе хабарель мочит и был использован таят по причине этой мечети фаба файля герасуль саласом джима от инфо тому пророк сал сам после того как мы были не способны таят и послал группу сподвижников и они разрушили отмечать по маржу дамир что касается местоимения фига у них словах ля таком фи никогда в ней не стой или может дырар в эту мечеть мечеть вреда у амана ля таком словом смысла слов не стой ай лято саллифи то есть не совершай в ней молитву пара калу фикум очень важно смотрите мажь дудырар мечеть вреда была названа здесь очень важный тоже урок связан с вопросом важным с вопросом чего с вопросом она хочу то что не надо смотреть на название вещей а смотрите всегда на что на суть они что построили церковь синагогу или мечеть построили мечеть построили и несмотря на это всевышний аллах запретил пророкам молиться в мечети всевышний аллах скандал приказал прокусом разрушить эту мечеть поэтому не должно было верующих оба обращаясь словом мечеть а надо смотреть на суть а суть может дырар мечеть вреда то есть мечеть который был построен чтобы вредить поэтому барак лауфикум никогда не надо обращаться красивыми названиями красивыми лозунгами а надо смотреть на суть тем более шайтан работающий там столе у загена налегом поклялся клянусь севышним аллах сказал я им приукрашу поэтому видим наше время вот тут в арабских странах шайтан среди арабов распространил например спиртные напитки как называют машруба трухи и душевные напитки например в египте едешь например и стоят большие плакаты банк такой-то такой-то файда столько пользы никто не пишет либо два с половиной процента либо пять процентов все пишут как файда наше время под призывом к всевышним аллах спа наталья начи расписать сколько новшества под лозунгом до выделай заводили тогда это подобное никогда не обращайтесь а всегда смотрите на что на суть вещей и чтобы правильно смотреть на суть вещей надо на не смотреть через что через куран и сунн представь что тебе барак лауфиком бинокль куран сунн и чтобы понять суть эти вещи надо обязательно посмотреть на это через этот бинокль шея дальше говорит маймура дубиль может что подразумевается под мечеть альдазий кусте салят цикла то есть который все учняло сказал что она построена на бока воде свой мальму раду бедда кол follows что подразумевается под бока боч здесь отвечает шей говорит в мура дубе и мажиду либо вот или мажиду прослесался ученые говорят что здесь подразумевается мечеть либо другие же ученые сказали что мечеть пророка совала салям а эту амман на самом деле аят общий лику лимин гума охватывает собой как то так и другую мечеть альми значит получается джинсульма саджид то есть ведь тех мечетей которые существовали во времена проксового всем которые были построены на основе богобоязненности альмура дубит так вагу нато от улла его рассоле под так вот подразумевается подчинение аллахова посланнику водям калина тиль мусульмин и чтобы мусульмане были как одно единое целое были вместе были вместе это очень важный момент баркала уфикум то есть из этой истории мы извлекаем какой пользу чтобы аркала уфикум все что приводит к расколу они же построит и мечей с каким намерем с намерением внести раскол все что приводит к расколу надо этого сторониться даже если от этого кто-то пострадает они же деньги да может быть эти мунафики собрали деньги может быть даже верующие участвовали в сборе денег на эту мечеть мы же знаем что из текстов курана и сунду то что верующие тоже часто попадали во времена пророка салаллаху алейхи вассалям под влияние мунафиков и несмотря на это проксусом приказал это разрушить поэтому баркала уфикум очень важно очень очень важно смотреть на все то что обвинять мусульман но при одном но чтобы то что нас обвиняет это все было вокруг чего урана и сунны баркала уфик шеи дальше говорит маму на саббату гавиль а и либо почему это таят был приведен в этой главе в главе нельзя приносить жертвоприношения в том месте где приносит то есть нельзя приносить жертвоприношения северного в том месте где приносит жертвоприношение кому-то кроме него у нас оба туля и либо то есть соответствует аят о главе она молодая альма аддали запхали варилия то что те места которые приготовлены для того чтобы приносить жертвоприношение кому-то кроме всего чего вот я джебучина будет за фифилифия лиля следует обязательно порядке сторониться жертву делать жертвоприношение в этих местах всевышнем аллах спана то команда мажет для морей дали массы я телят так точно так же как это мечеть когда она была построена для того чтобы в ней грешить сара махалю года пристала местом гнева всевышнего лак я жидали к фалят аджузу салят уфигили да исходя из этого не дозволено совершать у ней молитву всевышнему аллаху субаханного вата аля у лаву алим вама арусел на мин кабель и к или ören да не угодно ухи и лэйгерен Субтитры создавал DimaTorzok